здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в очередном видео и в этом видео я хочу показать виджет кнопка который позволяет сделать три различных эффекта при наведении мыши один виджет я разделил на три кнопки чтобы продемонстрировать все три эффекта первый эффект смотрим вот такой вот интересные такие вот волны цвета при наведении меняются как и у эффектов так и у самой кнопки вторая кнопка вот такой интересный эффект и третья кнопка вот такой эффект давайте перейдем в адоб muse и рассмотрим настройки данного виджета. Итак, виджет я перетаскиваю на холст. И давайте сразу посмотрим его настройки. Первое поле текст – это текст кнопки. Вписываем какой-то свой текст и нажимаем Enter. Дальше у нас идет выбор эффектов. Давайте пока посмотрим первый эффект. Дальше идет цвет. Значит, спокойное состояние кнопки. По умолчанию такой фиолетовый. Давайте сделаем какой-нибудь другой, чтобы наглядно видеть. Дальше идет ховер. Это у нас при наведении. То есть меняется цвет рамочки, кнопки и цвет текста. При наведении розовый. Давайте сделаем какой-нибудь синий. Бордер – это рамка. И вот здесь вы можете управлять толщиной рамки. Стрелками вверх-вниз. Или же можете просто здесь написать, например, 3 и Enter. Ну и давайте посмотрим с первым эффектом, как выглядит кнопка. То есть вы видите, да? Меняется цвет на синий, но у эффекта у нас цвет фиолетовый. Как это меняется? Ниже у нас есть еще три эффекта. Разворачиваем список. То есть эффект номер один. И у нас идет бэкграунд. То есть заливка нашего эффекта. Можем взять такого же цвета, как и рамка кнопки при наведении. Синяя. Давайте посмотрим. Так будет смотреться намного лучше. Да, но тогда у нас не видно то, что написано на кнопке. Поэтому здесь нужно будет играться с цветами. Смотреть какой-то другой цвет. Дальше смотрим эффект 2. Также для эффекта 2 есть цвет. Который можно поменять здесь. Давайте посмотрим. Применился эффект 2. Такие вот бегущие линии. И у нас еще есть эффект 3. Также для эффекта 3 есть эффект 3. Бэкграунд. Заливка. Другой какой-то цвет. Выбираем. И смотрим. Вот такой вот эффект. Дальше. Как повесить ссылку на кнопку. Я надеюсь, вы знаете, как это делается. Если не знаете, я напомню. Выделяете кнопку. И вот здесь вот вы выбираете добавить или фильтровать. И ставите какой-то адрес. И можно еще сделать, чтобы открывалось в новом окне. Поставив здесь галочку. Дальше можно выделить нашу кнопку. Взять инструмент текст. И придать нашему тексту какой-то свой шрифт. Шрифт у нас изменился на более жирный. Ну и соответственно, если у вас это меню, вы можете зажать клавишу Alt. Зажать левую кнопку мыши на кнопки. И оттянуть. Таким образом, скопировав наш виджет, нашу кнопку. Отпускаем сначала мышь, потом кнопку Alt. И получили полный дубликат нашей кнопки. И тут уже меняете цвета, название кнопки, ссылку и так далее. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. На этом здесь все. И увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пэтч. Делайте их круто. Делайте лендинг-пэтч.